Молодые, любознательные, целеустремленные и, конечно, с огромным желанием проявить себя в общественно-культурной, социальной и политической жизни страны. Все это про молодежь Брещины, их интересы, касающиеся целого ряда вопросов. Реализации государственной молодежной политики, представления молодежных парламентов, действующих при городских и районных советах депутатов, сегодня активно поддерживаются на всех уровнях власти в Беларуси. На днях в Брестском облсполкоме состоялась первая сессия молодежного парламента второго созыва при Брестском областном совете депутатов. Наша молодежь представлена везде, начиная от деревни и заканчивая столицей. И это очень важно. Мы должны слышать нашу молодежь, мы должны знать, чем живет наша молодежь. И, как не здесь, молодежь себя озвучивает, рассказывает и показывает. Наша молодежь Брещины, она самая лучшая. Самая лучшая, потому что наша Брестская. Потому что Брестский регион, он первый. Вы, я думаю, смотрите, интересуетесь, как развивается наша область. Вот и недавно по сельскому хозяйству мы звучали. Там тоже много молодых людей принимало участие и в посевной, и в уборочной компании. И вообще наша молодежь развитая, грамотная, толковая, самая лучшая. В состав второго созыва вошли 44 представителя молодежных парламентов, созданных при городских и районных советах депутатов. Первой и одной из самых основных целей заседания является представление интересов молодежи в органах местного самоуправления, привлечение их к участию в общественно-политической жизни региона, а также содействие в подготовке и формировании кадрового управленческого резерва. Второй созыв сформирован аналогично первому 44 человека. Это как и в составе 44 человека в областном совете депутатов, аналогично и в молодежном парламенте. Те самые активные ребята, повторюсь, с нашей области. И сегодня мы узнаем, кто будет председателем молодежного парламента, его заместителем, кто возглавит комиссии, а комиссии у нас пять, аналогично и молодежному республиканскому парламенту. Потому что первый созыв, который был сформирован при Национальном собрании Республики Беларусь, молодежный парламент, мы максимально взаимодействуем и стараемся определять те основные цели и задачи, чтобы они были не разносторонние, а и шли в, так сказать, правильном, в нужном русле. На первом заседании молодежного парламента был утвержден новый состав. В него вошли представители из разных городов и районов области. В состав нового созыва войдет также молодежь из разных регионов. Это замечательно, так как у нас есть прекрасная возможность общаться между собой, перенимать опыт друг друга и, надеюсь, плодотворно работать. Сейчас для молодежи предоставлен огромный спектр возможностей. Это развитие, неважно на каком должности ты находишься на основной работе, ты можешь попасть в молодежный совет, в молодежный парламент и заниматься общественной нагрузкой, выполнять социальные функции в зависимости от той сферы, которая тебя интересует. Также на заседании был избран новый председатель молодежного парламента при Брестском областном совете депутатов. Им стала Ольга Соколовская, первый секретарь Ленинского райкома БРСМ города Бреста. В настоящее время на самом деле огромное внимание уделяется государственной молодежной политике. И ее развитие – это одно из приоритетных направлений деятельности нашего белорусского государства. И как сказал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, мотивированная, образованная и активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Мы, в свою очередь, понимаем всю степень ответственности, которая сегодня ложится на наши плечи. Я вас уверяю в том, что мы продолжим решать задачи молодежного парламента и будем выступать проводниками идей, инициатив и интересов молодежи всей Брестской области. Молодежный парламент как механизм привлечения молодежи к решению серьезных государственных задач определяет качественно новую роль молодежи в обществе. А потому начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облсполкома Татьяна Гагакова указала, что в современном обществе есть спрос на социально активную личность и пожелала новому составу парламента находить таких личностей, привлекать их в свою среду, формировать лидеров и, конечно же, активно работать на благо государства и общества.